Христос Воскресе! Апостола Симона Зилота, мучеников III века Алфия, Филадельфа, Киприана или Кирина, Онисима, Эразма и иных, мученика Исихи Антиохийского и преподобной Исидоры Юродивой, Тавенской святой IV века, блаженной Таисии Египетской V века, святителя Симона Печерского, епископа Владимирского и Суздальского XIII века, блаженного Симона Христа Ради Иродивого Юревецкого XVI века. Прославляется икона Божией Матери Киева Братская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы познакомимся с житиями двух святых женщин, пример которых особенно обличает один из самых распространенных грехов – осуждение. Преподобная Исидора Христа Ради Иродивая подвязалась в Тавенском монастыре в Египте в IV веке. Девица Исидора приняла на себя подвиг юродства, вела себя как безумная и не вкушала пищей вместе с сестрами обители. Многие из насельниц относились к ней с презрением и осуждением. Но Исидора переносила это с великим терпением и кротостью, благодаря Бога за все. Она трудилась в трапезной и исполняла по монастырю самые грязные и трудные работы, очищая обитель от всякой нечистоты. Преподобная Исидора покрывала голову простой тряпкой, а вместо вареной пищи питалась водой, в которой мыла котлы и посуду. Никогда не гневалась, никого не оскорбляла словом, не роптала на Бога и сестер. И была молчалива. Однажды монах-пустынник, преподобный Петерим, имел видение. Ему явился ангел Божий и сказал, «Иди в Тавенский монастырь, там увидишь сестру, носящую на голове тряпку. Она служит всем с любовью и переносит безропотно от них презрение. Сердце же ее и мысли всегда пребывают с Богом. А ты сидишь в уединении, но мыслью обходишь всю вселенную». Старец отправился в Тавенский монастырь, но среди собравшихся сестер не нашел указанной ему в видении. Тогда привели к нему Исидору, почитаемую Забесноватую. Исидора упала к ногам старца, прося его благословения. Но преподобный Петерим сам поклонился ей до земли и сказал, «Сперва ты благослови меня, честная мать». На удивленные вопросы сестер старец отвечал, «Исидора выше всех нас перед Богом». Тогда сестры стали каяться, исповедуя все оскорбления, нанесенные ими Исидоре, и просили у нее прощения. Святая же, тяготясь нежданной для нее славой, тайно скрылась из обители, и дальнейшая судьба ее осталась неизвестной. Предполагают, что она скончалась не позднее 365 года. Братья и сестры, в этом житии мы видим, сколько напрасного осуждения было в сестрах Тавенского монастыря, хотя осуждали они святую подвижницу. А теперь перейдем ко второй, поминаемой сегодня святой. Святая Таисия жила в Египте веком позже, в V веке. Оставшись сиротой после смерти богатых родителей, она сначала вела благочестивую жизнь, посвящая себя благотворительности и помощи больным. Нередко в ее доме останавливались иноки, приходившие из пустыни в город для продажи своих корзин. Таисия пользовалась всеобщей любовью и уважением. После нескольких лет усердной благотворительной деятельности имение Таисии истощилось, и она стала нуждаться. Тогда она познакомилась с некоторыми неблагочестивыми людьми и подпала под дурное влияние. Ее жизнь становилась все более и более беспорядочной. Конечно, многие осуждали ее за такое падение. Иноки пустынного скита, посещавшие раньше Таисию, узнав о такой перемене, произошедшей с нею, опечалились. Призвав своего Авву Иоанна Колова, они попросили его посетить ее. Авва Иоанн пришел к Таисии, сел возле нее, взглянув ей пристально в глаза, преклонил потом голову и начал горько плакать. Таисия смутилась и спросила старца, «Ава, что ты плачешь?» Он ответил, «Вижу, что сатана играет на лице твоем, и как мне не плакать? Чем не понравился тебе Иисус, что ты обратилась на противные Ему дела?» Она, услышав это, затрепетала и воскликнула, «Отец, есть ли для меня покаяние?» Он ответил, «Есть». «Тогда веди меня, куда знаешь», – сказала она ему, и, встав, вся в слезах пошла вслед за ним. Авва Иоанн удивился только, что перед уходом Таисия не распорядилась, что делать с ее имуществом и вещами, и даже ни с кем не попрощалась. Когда они достигли пустыни, уже смеркалась. Авва Иоанн сделал для Таисии возглавие из песка, и в некотором расстоянии такое же другое для себя. Оградив ее возглавие крестным знаменем, сказал, «Здесь усни». А сам, исполнив свои молитвы, тоже прилег. Утром старец начал будить Таисию, но тут он обнаружил, что она уже мертва. Старец сильно опечалился, думая, что душа Таисии погибла, так как она не успела покаяться, причаститься и стать инокиней. Тогда услышал он голос. Один час ее покаяния принят более долговременного покаяния других, не оказывающих при покаянии такого самоотвержения. Так Господь открыл Авве Иоанну, что Бог простил Таисию за искренность и решительность ее раскаяния. Братья и сестры, и вот мы видим во втором житии, что святая Таисия действительно была достойна осуждения за свое падение и нечестивую жизнь. Но ее покаяние перед кончиной изгладило все прегрешения. А значит, и любое осуждение ее, когда она еще была во грехе, тоже было напрасным. Итак, перед нами два примера. Преподобная подвижница, осуждаемая напрасно, и падшая грешница, достойная осуждения, но очистившаяся кратким, но усердным покаянием. «Те, кто осуждали святую Исидору, грешили осуждением настоящей святой, а те, кто осуждали святую Таисию, грешили осуждением будущей святой». Так какой же напрашивается вывод? Любое осуждение – грех. «Ведь кого бы мы ни осуждали, мы не знаем ни внутренней жизни человека, ни будущего его покаяния». Кто знает, может быть, тот, кого мы осуждаем сегодня, через годы будет возносить перед престолом Божиим молитвы за нас грешных. Это для нас урок. Преподобные матери Исидория и Таисия, молите Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители. Христос воскресе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова